Действия жидкостей на погружённую в них тело Татьяна Михайловна, а я уронила в воду мячик. Тише, Машенька, не плачь. Не утонет в речке мяч. Конечно, не утонет. Вот если бы это был не мяч, а металлический шар, он бы утонул. Не утонул бы, а упал на дно. На него ведь действует сила тяжести. А этот катер, он тоже из металла, но не падает на дно, не тонет. Как вы думаете, почему? Катер ведь специально сделан так, чтобы на нём плавать. А я думаю, что на него действует ещё какая-то сила, кроме силы тяжести. Правильно, Маша. Это выталкивающая сила или Архимедова сила. Она действует вверх и выталкивает тело из воды. Давайте попробуем её измерить. Возьмём груз. На него действует сила тяжести 2 ньютона. Теперь поместим к своду. Вы видите, динамометр показывает меньшее значение – 1,5 ньютона. Значит, выталкивающая сила будет 0,5 ньютона. Да, выталкивающая сила меньше силы тяжести, поэтому груз утонет. А если сила тяжести меньше выталкивающей силы, тело будет плыть? Да. А что будет, если сила тяжести, действующая на тело, будет равна выталкивающей силе? Я знаю. Если на тело действуют силы равные по величине, но противоположно направленные, то оно находится в состоянии покоя. Значит, оно не будет ни тонуть, ни всплывать, а будет плыть в воде, как рыба. Татьяна Михайловна, а почему появляется выталкивающая сила? Вспомните, что на тело, погружённое в воду, действует давление воды. Как вы думаете, оно будет одинаковым на верхней и нижней грани? Нет. Давление на верхнюю грань будет меньше. А давление внизу будет больше. Вы это верно заметили. Вот из-за этой разницы давлений и возникает выталкивающая сила. А если сила тяжести меньше выталкивающей силы, тело будет плыть? Если на тело действуют силы равные по величине, но противоположно направленные, то оно находится в состоянии покоя. Возьмём груз. На него действует сила тяжести 2 ньютона. Теперь приметим груз в воду. Вы видите? Динамометр показывает меньшее значение – 1,5 ньютона. Значит, выталкивающая сила будет 0,5 ньютона. Продолжение следует... Продолжение следует...